МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Патриарх Кирилл прибыл в Калининград. На божественную литургию пришли сотни прихожан, в том числе Антон Алиханов и Александр Ярошук. Кто такой министр образования или классный руководитель? Непосредственные ответы самых маленьких школьников особо порадуют калининградских родителей. Мусульмане Калининграда празднуют Курбан-Байрам. Сотни верующих сегодня собрались в Большом Исаково. Полицейские задержали калининградца, который в Новороссийске украл целую фуру мандаринов. Ну и главной теме дня стали известны новые подробности поиска 12-летней Златы Родионовой, которая 30 августа ушла из социального приюта для детей и подростков на улице Тургенева в Калининграде. Полиция предполагает, что к исчезновению девочки могут быть причастны ее мать и отчим. Также считает и Александра Яковлева. Перед тем, как мать Златы ограничили в родительских правах, Центра социальной взаимопомощи «Сопричастность» помогал в семье материально и в съеме квартиры. Когда к нам поступила Родионова, там изначально было понятно, что данный ребенок на изъятие, потому что мать вела себя неадекватно. Она угрожала и самосожжением, если не заберут ребенка. Она настраивала ребенка, что мы не должны жить, мы должны там самоубийством покончить жизнь, если к нам влезут органы власти. Она обвиняла органы власти в том, что у нее этого ребенка забирают, потому что это ее, по сути, единственный источник доходов. В свои 12 лет Злата окончила всего три класса. По словам Александры, девочка боится родителей. Возможно, сейчас мать и отчим прячут ее где-то в области. Им предлагается добровольно явиться для дачи показаний в полицию. Все, кто располагает информацию о местонахождении Златы Родионовой, просят обращаться по телефону 02 или 112. Применты пропавшей на вид девочки 11-12 лет. Ее рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы. Она была одета в джинсовые шорты, белую футболку, серую кофту и серые кроссовки. Патриарх Кирилл приехал в Калининград. Во время литургии в храме Христа Спасителя его святейшества причастил горожан и первых лиц области. Считается, что этот священный обряд, который совершает сам патриарх, особенный. Он исцеляет болезни, очищает дух человека от злых умыслов. Также представитель Русской Православной Церкви осветил православную гимназию. Обычно во время литургии, которую возглавляет патриарх Кирилл, его святейшество выбирает тему для разговора с прихожанами. Сегодня она была посвящена Слову Божьему. Мы очень должны внимательно относиться к тому, как мы реагируем на сигналы, которые получаем из внешней среды. И перед тем, как впасть в некий восторг от того или иного фильма, от той или иной постановки, от тех или иных публично произнесенных речей, всегда нужно задать вопрос, а что это с точки зрения вот того самого семени, того самого Слова Божия. И в память о сегодняшнем богослужении. Его святейшество подарил храму Христа Спасителя икону святого преподобного Нила Старожеского с его мощами. Существует поверье, что молитва этому святому исцеляет от разных болезней. Верующему он помогает держать пост, а путешественников защищает в опасной дороге. Праздник дружбы и добра. Мусульмане всего мира отмечает Курбан-Байрам. В Калининграде центром торжеств стала мечеть в поселке Большое Исаково. С самого раннего утра туда устремились десятки верующих. За происходящим наблюдала и наша съемочная группа. Этот намаз, а вернее праздничную молитву, мусульмане называют не иначе, как разговор с Аллахом. Каждое движение от поднятых рук до земного поклона имеет глубокий смысл. На сегодняшний день в нашей области проживает порядка 25 тысяч мусульман, рассказывает председатель религиозной организации Ихсан Гусейнов. Мужчина добавляет, сам праздник отмечает как знак окончания хаджа, то есть паломничества в Мекку. Считается, что его хотя бы раз в жизни должен совершить каждый приверженец ислама. Наш праздник сопал сегодня, первым сентябрем, днем знаний. Желать всему жителям Калининградской области здоровья, дружбы, чтобы мы были, все народы, проживающие на нашей территории, были сплоченными, делали много хороших дел, чтобы мы жили в благополучии, достатке, чтобы ни один внешний враг не сумел нас интриговать какими-то непонятными вещами. Кстати, само слово «курбан» переводится на русский язык как «баран». Отсюда и главный ритуал праздника – принесение в жертву животного. Есть обязательное требование к жертвенному барашку. Ему должно быть не менее двух лет, и он должен быть абсолютно здоров. Затем еще в течение недели принято готовить угощения и ходить в гости. К другим темам. Воду из паркового ручья, которая окрасилась в бирюзовый цвет, отправили на анализ. Калининградские экологи обследовали водоем и берег и обнаружили следы красящего вещества. По предварительной информации, ни одно предприятие поблизости не причастно к этой проблеме. Еще больше интересных новостей в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». В России начнут использовать уменьшенные дорожные знаки. В эксперименте сначала участвовала Москва. Знаки в полтора раза меньше установили на пяти улицах столицы. Позже присоединили Санкт-Петербург, Саратов и Владимир. Новые знаки должны появиться во всех городах. Также в планах отказаться от вспомогательных указателей, таких, например, как парковка. В Калининграде разработали проект туристического велосипедного маршрута, протяженность которого 16,5 километров. Время прохождения около двух часов. Он будет связывать более 30 исторических объектов. Также в области планируют проложить велосипедный маршрут от Литвы в Польшу. Российские вооруженные силы стали вторыми в рейтинге сильнейших армий мира. Список составила международная компания Global Firepower. Первое место досталось армии США, третье – Китаю. При составлении рейтинга эксперты учитывали более 50 факторов. При этом Россия только по количеству танков обгоняет США почти в 4 раза. Первый городской канал заканчивает набор в школу телеведущих. Если ты хочешь попробовать в себя роли ведущего новостей, получить навыки журналиста, узнать, как создается реалити-шоу, освоить ораторское искусство и даже научиться делать телевизионный макияж, тогда записывайся прямо сейчас по телефону 92 10 32. Стоимость обучения – 5000 рублей. Спеши, осталось всего два места. Партнер рубрики короткой строкой, магазины финской одежды, сампа и лухта. Первоклассники России побили рекорд. В этом году в школы впервые пошли почти 2 миллиона ребят. В Калининграде за парты сели более 50 тысяч детей. Букеты, банты, шары и прекрасное настроение, несмотря на дождь. Какое оно 1 сентября глазами калининградских первоклассников? Все подробности у моей коллеги Светланы Федоровой. Символически первый звонок уже прозвучал на Дальнем Востоке в Сибири, а прямо сейчас его готовятся услышать калининградские школьники. Сегодня впервые за парты сядут 6 тысяч ребят. Ура! 1 сентября! Что такое 1 сентября? 1 сентября это впечатляющий праздник, который в принципе можно помнить много лет. Тогда как идут дети в первый класс. 1 сентября это когда люди, дети ходят в первый класс или в второй класс, или в девятый класс. И тогда вот они развиваются. Это когда дети собираются в школу. Это день знаний, когда все собираются и идут в школу, и впервые садятся за парты. Ну это когда все идут в школу и дарят учителям цветы. Но обстановка нормальная, удобная. Сразу понятно, что 300 человек в первоклассе. Нет тут ничего, что мне не нравится. Ну классно, красиво. А в садик не хотите вернуться? Там раньше уходят домой и спать дома. Потому что в садике, когда дают еду, мне это не нравится. И в школе я становлюсь на год старше. А в садике всегда дети, некоторые мальчики иногда плохо себя ведут. Мне это не нравится. Даже если я их бью, они все равно. Скажи, пожалуйста, готовился как-то к школе? Как? Расскажи. Одевался. Я когда первый раз хотела почитать, и у меня не получалось. Потом я попробовала, и у меня получилось. Я принесла пенал, вот, дефирки, а все я забрала. Там, ну, разкрашка, вот, и тетрадь, азбуки, и карандаши. Ну, считаю, до две тысячи, до пять тысяч. Я всегда начинаю со стату, не хочется сначала всегда начинать. Давай. Сто один, сто два, сто три, сто четыре, сто пять, пять тысяч. Кем мечтаешь стать в будущем? Врачом. Скажи прям полным предложением. Я хочу после школы стать врачом. Я хочу после школы стать врачом. Я полицейским стану. И я полицейским. И штраф платить. Я после школы стану танквандистом. Я хочу стать фермером. Зашаток заведу и все. С подругой. Я хочу служить в полиции. Преступников ловить, нарюшники одевать, ходить в клетку. Чем планируешь в школе заниматься? Я буду писать, я буду читать, книжки всякие. Буду учиться старательно и учительницу внимательно слушать. Чтобы умным быть. Чтобы красивым и учиться хорошо. И хорошо закончить школу. Дорогие первоклассники, поздравляю вас с первого класса. Все самое интересное ждет вас впереди. И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Полицейские задержали калининградца, который украл в Новороссийске целую фуру мандаринов. Калининградец представил город на музыкальном шоу «Голос». Удастся ли Вадиму Белоглазову покорить золотой состав жюри? Пробки и романтический настрой под залпы салютов. Зеленоградц принимает гостей со всего мира и приглашает на открытие чемпионата фейерверков. Ну а теперь полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Вы смотрите служба новостей «Город» и мы продолжаем. На улице Фрунзе в четырехметровый канализационный люк провалился мужчина. По словам очевидцев, потерпевший упал, когда стал обходить свой автомобиль сзади. Ему помог выбраться прохожий, а соседи вызвали медиков с переломами ребер и правой ноги. Пенсионера доставили в больницу. О других происшествиях города и области расскажем далее в рубрике «Место происшествия». В Калининграде полицейские задержали 44-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражу мандаринов. В 2015 году калининградец приехал в Новороссийск на заработки и работал водителем. После очередного рабочего дня мужчина похитил несколько партий мандаринов общим весом около 70 тонн. На сумму почти 6 миллионов рублей. После чего скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Полиция нашла его спустя два года. Сейчас он находится под стражей. Накануне днем на улице Гагарина столкнулись БМВ и Фольксваген. Авария произошла возле Еловой аллеи. По сообщению свидетелей, водителю автомобиля Фольксваген стало плохо, и он выехал на встречную полосу. От удара мужчине стало плохо, он скончался до приезда скорой помощи. О других пострадавших не сообщается. В честь дня знаний полицейские проверили школы. В осмотре участвовали инспекторы ПДН и кинологи. Они обследовали детские площадки, актовые, спортивные залы и парковки на наличие подозрительных предметов. Также были проведены беседы с учителями, как действовать при ЧАЭС. По итогам проверки не было выявлено ни одного нарушения. Накануне вечером на Гвардейском проспекте столкнулись троллейбусы «Две иномарки». Из-за этого появились пробки в центре города. Участники движения полностью блокировали проезд по направлению к улице генерала фельдмаршала Румянцева. По предварительным данным, никто не пострадал. Только у автомобилей троллейбуса технические повреждения. Курс доллара уменьшился на 57 копеек. Валюта опустилась ниже отметки в 58 рублей впервые с начала лета. Ну а курс евро снизился на торгах на 66 копеек. О других новостях из мира финансов и экономики расскажет моя коллега Кристина Булыцына. Партнер рубрики «Бизнес новости» – стоматология «Диамет». Здравствуйте. Начнем с мировой новости. С 1 сентября в Брюсселе запретили использовать в торговле пластиковые одноразовые пакеты. Городские власти пошли на этот шаг, чтобы уменьшить вредное воздействие отходов на экологию. Пока же владельцам торговых сетей разрешено распространять до 30 ноября пакеты, закупленные до 1 сентября. Подобный закон уже действует во Франции, Италии, Эфиопии, Марокко и некоторых штатах США. Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян за 100 лет. В него попали деятели культуры, бизнесмены и политики. Самыми влиятельными россиянами были признаны звезда балета Михаил Барышников, президент СССР Михаил Горбачев, певица Алла Пугачева, теннисистка Мария Шарапова, лидер группы Кино Виктор Цой, писатель Александр Солженицын, основатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Телеграм Павел Дуров, а также президент России Владимир Путин. А теперь приятная новость для учащихся. Стипендии российских студентов поднялись почти на 6%. В этом учебном году средний размер государственной академической стипендии в вузах составляет 1500 рублей, социальной – 2200 рублей, в колледжах – 540 и 809 рублей. Еще несколько лет назад стипендии не индексировались вообще. И к новостям местным. Калининградцы стали чаще брать ипотечные кредиты. Объем ипотеки, выданных горожанам за первое полгодие, возрос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2016 году калининградцы строили жилье активнее всех в стране. В среднем по России на душу населения строили более половины квадратного метра жилья новостроек. В 2017 году строят 319 жилых домов с 36 тысячами квартир. На пятом по счету аукционе для переработчиков «Ятаря» было продано почти 8 тонн сырья. Всего в торгах приняло участие 19 компаний. По итогам аукциона реализовано 81 год на общую сумму более 95 миллионов рублей. Напомним, всего на аукцион, прошедший с 28 по 29 августа, было выставлено 113 глотов общим весом 14,5 тонн. Самый дорогой год подразумевал продажу 1 тонн ятаря за 9,5 миллионов рублей. И это были все бизнес-новости на сегодня. Меня зовут Кристина Бугуцина. Увидимся на Первом Городском. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – стоматология «Диамет». «Голос Калининграда» в главном музыкальном шоу страны. Наш земляк Вадим Белоглазов отправился в Москву, чтобы услышать заветные «Вы в проекте» от золотого состава шоу «Голос». Наша съемочная группа пообщалась с певцом сразу после его возвращения в Калининград. Эфир продолжит эксклюзивное интервью с Вадимом Белоглазовым. «Кто ты такая? В чем твой секрет? Что от меня скрываешь? Я наблюдаю, как падает свет, одежду с тебя срывает». Для Вадима Белоглазова это уже третья попытка. Несколько лет парень летал в Москву и пытался покорить главную сцену страны. На этот раз тоже отправил заявку на новый сезон. И, как рассказывает Вадим, неожиданно пришел ответ «Вы в голосе». Второй этап уже был выбор песни. Выбор песни, конкретно, что будем выбирать. Потом следующий этап – это была репетиция с оркестром этой песни, которую на слепые прослушивания готовишь. И потом еще одна генеральная репетиция перед съемками и потом уже сами съемки. Как прошел его третий самый ответственный этап – прослушивание перед золотым составом шоу «Голос», а это Александр Градский, Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин – Вадим Белоглазов рассказать не может. Также и то, с какой песней он выступал. Кто повернется к нашему земляку, также остается в тайне, пока шоу «Голос» не выйдет в эфир. Первые выходные осени в регионе обещают быть насыщенными. В Багратионовске пройдет чемпионат по мотокроссу, в Калининграде на Фрунзе развернется настоящая городская мастерская. А в области сразу несколько городов отпразднуют день рождения. Как провести уикенд с 1 по 3 сентября, расскажем в нашей постоянной рубрике «Планы на выходные». Партнер рубрики «Планы на выходные» – стендап Калининград. В Селеноградске ожидается сразу два события. В этом году День города совпадает с началом чемпионата фейерверков. Праздничные мероприятия начнутся в 11 утра. На церемонии открытия чемпионата – в 8 часов вечера на розе ветров. Первыми запустят фейерверки команда из Словакии, после – из Латвии. Назначены дополнительные поезда, автобусы будут ходить до 2 часов ночи. С 1 по 3 сентября жители и гости города ждут на традиционном пикнике «Стритфуд Викенд» на острове Канта. Помимо вкусной и необычной еды из России, Прибалтики, Западной Европы будет организована живая музыка, танцы, активный спорт, йога, квесты, интеллектуальные и подвижные игры и научно-популярные лекции. В воскресенье калининградцы уже в 32-й раз смогут принять участие в массовом велопробеге. В этом году он будет посвящен 70-летию области. Маршрут остается прежним – Калининград-Зеленоград-Калининград. Стоимость участия – до 250 рублей, в зависимости от даты регистрации. О своем желании необходимо сообщить на сайте, адрес которой указан на экране. Привет, Калининград, меня зовут Руслан Белый. 9 сентября в 19.00 в концертом зале «Янтарь Холл» состоится мой сольный стендап-концерт. Да-да-да, вам не послышалось. Российский комик, член команды КВН «Седьмое небо», Руслан Белый едет в наш город. До концерта осталось меньше месяца. Советуем поторопиться и купить билеты. Их можно приобрести на сайте янтарьхолл.рф или в кассах концертного зала в Светлогорске. Повторим еще раз, чтобы не забыли. 9 сентября в 19.00 в «Янтарь Холл» сольный концерт Руслана Белого. Партнер рубрики «Планы на выходные» – стендап Калининград. Хорошая погода и, конечно же, наступающие выходные. Своими хорошими новостями калининградцы поделились нашим традиционным опросом. Спонсор хороших новостей – компания «Пластхаус». «Планы» – начало учебного года, и я в этом очень рада. А вот главную часть – она побывала сегодня на всех линейках города Калининграда. Всех братьев. Домой едем. Уже две недели здесь отдохнули. Очень понравилось. Замечательный город. Встретимся с друзьями где-нибудь на косе. Несмотря на непогоду, хорошо проведем время. Доллар и евро снова пошли вниз. Финансовый прогноз на выходные. Давайте узнаем из курса валют. Партнер рубрики «Курсы валют» – бухгалтерская компания «Бухучет». Курсы валют на выходные. Доллар США – 58,05 рубля, евро – 68,99 рубля. Польские злоты – 16,24 рубля. Партнер рубрики «Курсы валют» – бухгалтерская компания «Бухучет». И это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии для вас работал Алексей Колодкин. И хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова